Приветствую вас и, к сожалению, я вынужден вам сказать, что какого-то единого средства, способа поговорить с вашей девушкой нет. Потому что, что вы нам, по сути дела, предлагаете? Вы предлагаете, чтобы мы, не зная человека, дали ему какие-то рекомендации через вас, чтобы он изменился. Проблема в том, что человек воспринимает вас уже таким, каким он привык вас видеть за время ваших отношений, и от этого образа он не отступит, пока к этому не будет естественных причин. Поэтому, что бы мы вам не сказали, какой бы, знаете, хитрый прием не посоветовали, все равно это будете вы. И девушка любые слова от вас воспримет так, как, оказывается, воспринимала все другие до этого. Потому что это всего лишь слова. Какие бы они ни были, это просто слова. Слова, просто. Чтобы у человека были действительно реальные изменения, чтобы у человека появился стимул к тому, чтобы вот меняться. Вам нужно менять свое поведение. В первую очередь хочется сказать вам такую вещь. Вы называете эгоизм своей девушке, ну, тем качеством, которое вас не устраивало. Вопрос. Этот эгоизм был всегда или появился только вот какое-то время назад? То есть, иными словами, девушка всегда думала, как ей было бы комфортнее? Или начала думать только лишь вот какое-то время назад? Если всегда, то, знаете, она была такой изначально, и вы ее изначально такой принимали. Если вы начнете ее менять, она вам может резонно возразить. А что, ты раньше, значит, я тебя такая устраивала, а сейчас что, пристала? Вопрос, почему-то, почему? И уже вам придется на него отвечать. Я не думаю, что это достаточно легкий вопрос для вас и для вашей девушки. Поэтому, прежде чем говорить о ее эгоизме, давайте попробуем все-таки определить для себя, почему вы перестали принимать ее такой, какая она есть. Может быть, у вас появилось с ней больше требований. Может быть, вы стали стремиться подстраивать ее под себя, под свои требования, под свои взгляды. И это, в принципе, естественно, на самом деле. Но, естественно, только при том условии, если чувства, другие ваши чувства, начали угасать. К сожалению, это неизбежное условие, неизбежное следствие. Когда человек начинает предъявлять повышенные претензии к тем качествам другого, которые раньше у этого другого были и которые принимались, значит, изменился чувственный фон того, кто предъявляет требования. Я надеюсь, это понятно. В какую сторону чувственный фон изменился реча с вам, но, прежде чем что-то делать с эгоизмом, девушки, подумайте о том, как вы ее воспринимаете. Изменилось ли что-то в вашем ее восприятии? И если изменилось, то в какую сторону? Скорее всего, страна здесь негативная. То есть, вы стали меньше ее любить, меньше сдали ей дрожить. В этом случае вам, собственно, рекомендуется чувство своей освежить. И вместо того, чтобы подстраивать ее под свои требования, лучше придумайте способ или повод, или скажите прямо, откровенно, что какое-то время хотите побыть без нее. Понимаю, решение достаточно тяжелое и грабящее вам определенными проблемами, но лучше так, чем всю жизнь стремится человека подстроить под свои желания, под свои представления о том, какой должна быть женщина. Ведь какой должна быть женщина, это ваш идеал, образ, а настоящая девушка, то есть, реальная, та, которая есть у вас, у нас, совсем другая. И вот если вы ее любите, вы принимаете ее такой, какая она есть. Теперь, если ее эгоизм появился, ну, в какое-то время назад, то здесь, конечно же, нужно стараться разобрать все обстоятельства, в результате которых этот эгоизм появился. Что способствовало появлению данного качества? Что способствовало данной черте характера вашей девушки? Какие обстоятельства? И, может быть, эти обстоятельства стоит с ней обсудить. Стоит поговорить с ней о них, чтобы как-то помочь ей то переживание до конца пережить, сделать выводы и двигаться дальше. Если какие-то обстоятельства были, то вашу девушку они заставили зарематься над тем, чтобы больше внимания уделять себе. Поскольку эгоизм – это качество, по большому счету, детское, то есть, ну, присущее ребенку, то, соответственно, те обстоятельства, которые заставили девушку думать определенным образом, то есть эгоистично, вероятнее всего, отложили свое сознание как комплекс. То есть, совокупность случайных признаков и непонимание одного центрального общего признака. Отсутствие понятийного осознания того, что с ней произошло. Если вы это понятийное осознание ей дадите, есть большая вероятность, что девушка осознает ту ситуацию, которая с ней произошла, и внутренних оснований, то есть субъективных, находящихся в ее сознании, не будет. Конечно, внешние проявления останутся, потому что она привыкла так себя вести. Но о том, как убирать внешние проявления, мы поговорим чуть позже. Далее вы говорите о том, что она толстеет, набирает лишний вес. Этот момент определенно имеет какую-то точку отшета. Соответственно, этот точка отшета разбирается по аналогичному пути. То есть то же с чего, что повлияло, почему, какие обстоятельства в жизни девушки изменились, то она начала набирать лишний вес. Как правило, человек начинает многое искра, он пытается что-то заедать. Какую-то зависимость, какие-то желания, может быть нервные переживания, волнения, страх и так далее. Вот именно это с девушкой нужно разобрать. Что ее беспокоит, что позволяет ее переживать и так далее. Люди, которые много едят, откровенно много едят, перестанют есть, когда у них все врачи, пока они получают то, что они хотят. Но не понять, что ваша девушка хочет, чтобы дать ей это, и тем самым лишить ее, опять-таки, субъективного мотива есть больше, чем ей это нужно. А теперь, если говорить про внешний фактор. Вы пишете, что она обижается на вас, вам становится ее жалко, и вы решаете сделать по ее желанию. Значит, смотрите, какая получается ситуация. Она думает о себе, вы не хотите делать так, как хочет она, потому что понимает, что ей такам входит. А вам нет. Она обижается на то, что вы не хотите это делать, и надувает лицо. Вы ее жалеете, и в итоге все равно соглашаетесь с тем, что она хочет. По сути, вы что делаете? Вы потакаете ее эгоистично. Вам нужно понять, что обида, при условии, что она сама понимает, что ведет себя эгоистично, обида – это осознанный или неосознанный способ манипуляции вами. Так, она управляет вами. Стремясь, еще раз повторю, осознанно или неосознанно, это неизвестно, потому что, ну, на самой девушке попал шат, чтобы это понять. А пока, в вашем описании, это в равной степени может быть как осознанно, так и неосознанно. И то, что это может быть неосознанно, подтверждается тем, что она понимает в душе, что ведет себя эгоистично, как вы говорите. Значит, это неосознанно. Это рефлексивно, рефлекторно происходит, прошу прощения, не рефлексивно, рефлексивно – это еще другое. Рефлекторно происходит. Значит, девочка по привычке использует те средства, которые эффективно дают ей то, чего она хочет. как вы, наверное, понимаете, что привычная модель поведения является привычной, то есть, закрепленной тогда, когда есть четкая связь, ну, между действием и результатом. Девушка знает, если она обидится, вы сделаете по ее вселазному. А вам, вам нужно понять в этой ситуации главное, что когда вы занимаете какую-то позицию, вы говорите, нет, мы так делать не будем. Почему? Ну, потому что. Вот потому что там то-то, то-то, то-то. Да? То вы, как мужчина, с этой позиции сходить уже не должны. Если вы заняли позицию, идите с ней до конца. Но при том условии, если вы в этой позиции уверены. И все. Когда девочка по крайней мере будет знать, то если вы что-то решили, вы уже назад не повернете, что бы ни случилось. И она не получит то, чего хочет. Она поймет, что ее обида бесполезна. И со временем обижаться на вас перестанут. Это первый и важный момент, что касается эгоитма. Дальше. Вы знаете, к сожалению, опять-таки, хочется сказать, что человек хоть так просто избавить от эгоистического отношения к другим нельзя. Почему? Потому что это стиль жизни, это стиль общественного, это стиль взаимодействия, это модель поведения, модель поведения эгоистичный. и человек что-то получает через этот эгоистичный. Что-то для себя. Вам нужно в этой ситуации понять главное, все эгоистичные эгоистичные она получит свою долю внимания и уже не будет так сильно проявлять свой эгоизм, по крайней мере, с вами. Если все равно он будет проявлять свой эгоизм, то тогда ситуация, конечно, тяжелая, потому что опять-таки, придется менять привычные модели поведения. Давайте подумаем, что девушка получает с помощью этого эгоизма? Что она получает? Комфорт. А чем этот комфорт выращает? Вот и люди этого комфорта так или иначе лишили. То есть у девушки правильные желания, желание чувствовать себя хорошо, желание обеспечить себя самое лучшее, но неправильные пути решения, неправильная модель поведения для решения этого. Нужно показать ей, что ее модель решения данной проблемы является неверной и тогда она рано или поздно обратит внимание на другие способы удовлетворения своих желаний. Вот только при том условии, если вы будете терпеливы, если вы будете выдержаны, стойки и не будете сорваться на нее. Это то, что касается эгоизма. Вообще, эгоизм это комплекс и комплекс идет из детства. Видимо, где-то как-то ее недолюбили родные, или у нее были проблемы с ними. И до тех пор, пока не будет выявлена вот эта первопричина, к сожалению, опять-таки нельзя говорить о полном избавлении ее от эгоизма. А если ее родители приучили быть эгоистичны, если родители ее баловали в всю жизнь, у человека должен быть стимул, стимул к тому, чтобы не быть эгоистом. А дальше нужно показать такому человеку, к чему приводит эгоист. То есть, да, человеку критическое переживание, с помощью которого она осознала, что эгоин ведет никуда, а именно к одиночеству. И в этом вам опять-таки пригодится ваша стойкость и упорство в какой-либо вашей позиции. То есть, девочка пренебрегла вам, пренебрегла вашим комфортом, вы на нее не обещаетесь, но вы ведете себя от нее холодно, отстраненно, чтобы она чувствовала, что что-то не так. А она или поздно, дадут вам вопрос, что случилось? Вы скажете, вот так и там. Мне очень не понравилось, что ты пренебрегла мной. Я понимаю, что это ты, но мне не приятно, например, можете высказать. И в этой ситуации у девочки будет вывод. Или она мирится с тем, что вы так себя ведете и продолжает быть эгоистичной, хоть и что от же вам лежат. Хотите ли вы видеть такого эгоистичного человека с собой или нет. Либо они же меняют что-то в себе. Только процесс показа девушке негативного эффекта ее поведения поможет ей избавиться от эгоиста. Другого варианта я думаю нет. Тем более, что речь идет о третьем лице. То есть не о вас, а о ней. Возможно, ей совершенно не хочется прекращать быть эгоистичной. А зачем она получает помощь эгоиста все, что ей нужно? Советую вам подумать в этом направлении. Теперь что касается веса. Ну вот начала она с вами встречаться. Встречалась какое-то время, да. Потом начала набирать вес. Вы также его любите. вы также с ней встречаетесь. То есть по сути внешне ничего не меняется. Вообще ничего. Ну разве что только вы высказываете недовольствие, но опять так это всего лишь слова. И скажите в этой ситуации какой мотив для девушки меняться. Если вы любите ее, так кое-какая она есть, если вы принимаете ее, если вы ничего не меняете, наоборот, вы записываете ее там в аэробику и так далее. Но какой мотив у девушки? А никакой. У нее есть все и так. До тех пор, он не видит все так, мали будет худеть. У нее нет личной заинтересованности в том, чтобы это делать. А как ли эту заинтересованность вызвать против его? Проведи ее спросить. Я скажу вам так. нужно поселить в девушке неуверенность относительно того, что вы будете с ней в любом случае. Она, я уверен, убеждена, что вы принадлежите ей. Целиком знаете и полностью, что вы никуда не седетесь от нее, чтобы в любом случае будете с ней, что вы ответственный, серьезный, взрослый. Если вы дадите ей понять, что вы не стремитесь смириться с этим, что вам неприятно, начните откровенно обращать внимание на других девушек, там, сравнивать ее с другими девушками откровенно. Конфигант что начнете от нее отдаляться и так далее. вот это и послужит стимулом для девушки начать что-то делать. Только это ничего больше. Пока ее все устраивает, нет смысла, нет стимула что-либо делать, нет стимула менять что-то. Люди меняют что-то только тогда, когда появляется неотходимость, когда появляется стремление, когда появляется нужность и важность, а этого ничего нет. У нее все есть. И до тех пор, вы будете этому способствовать, девушка будет заинтересована в том, чтобы оставить все как есть. И если вы начнете менять свое отношение к ней, менять нерезко, знаете, постепенно, первоначально не меняя своего к ней отношения, первоначально не предъявляя к ней никаких претензий, может быть даже скажете да не ходи, не хочешь не ходи, не тренируйся, не надо, сделай что хочешь и взрослый человек, спокойно так, знаете, непривычно спокойно, непривычно спокойно по сути ей быть той, кем она хочет. Это ее выбор на самом деле. Но и с вашей стороны также ваш выбор не быть девушкой, которая вам не нравится чисто внешне. Это ваш выбор. И в вашем выборе вас никто не имеет права огранировать и осуждать. и если ваша девушка хочет с вами быть, она заметит, как вы ее охладели, ну, ей не заставит, я думаю, труда сложить дважды два, чтобы понять, что причина тому, что вы от нее отдаляетесь, является вот именно ее внешний вид, ее вес. И все. И тогда, если она действительно в вас влюблена, если она любит вас, она будет работать над свободой, вернуть себе прежнее состояние. Вот и все. Только так. Никакие разговоры, если эти разговоры не подкреплены действиями, не подкреплены поведением, не подкреплены отношениям, не возимеют никакого эффекта. Совершенно. Дальше. Вы пишите, что понимаете, что лень ваш враг. И наверное, с ней боретесь. Пожалуй, здесь я точно должен вам сказать кое-что. Поддержав отчасти одного своих коллег и сказать так. У девушки есть четкие аргументы, факты, подтверждения того, что вы относитесь к лене по-другому. Ну, наверное, да, раз вы говорите так. Посмотрите на девушку сами. Посмотрите, как и что она делает. Посмотрите, к чему приводится ее лень. Посмотрите, как на ней отращается ее лень. Вы ведь не хотите так же? Наверное, нет. Лень это путь деградации. И вы видите, как девушка, потребляя много пищи, понимая, что поправляется, доцепенно деградирует. Да, она деградирует только в финансовидическом уровне. Но если она не предстанет, то эта деградация станет достаточно сильной, когда на нее уже нельзя будет не обращать внимания. Посмотрите на девушку. это то, что вы в ней не любите. Это то, что вам не нравится. Но не потому ли вам так сильно это не нравится, что вы видите в ней ображение себя? Не потому ли вас так раздражает, что она эгоистична, что она эгоистична, потому что вы сами видите в ней свои проявления? Уж не знаю насчет эгоизма, вы ничего не пишите проявления, но насчет лени совершенно точно. Вы тоже винили, и вы в ней видите отражение себя, но в отличие от нее, ей лень нравится. что она обратила ее себе во благо. Ну, обманчивое, ложное благо, но обратила. А вы пытаетесь с ней бороться. Так вот не нужно с ней бороться. Вы посмотрите на нее и представьте, что сделает с ней лень через пять, десять лет. вы хотите быть такими? Хотите быть такими, как она? Вы хотите? Если нет, то с ленью не нужно бороться. Она уйдет сама. Она уйдет сама по себе. Пожалуй, нужно сгадать лишь только то, что тренировки, которые направлены на борьбу с лишним весом и так далее. Необходимо чередовать с отдыхом, с трех акциях. А диеты, если такие будут иметься, чередовать с гастрономической свободой. Ну, знаете, чтобы позволить себе кушать что-то, что нравится и так далее. Потому что без этого жизнь превратится в ад. Это правда. То есть не нужно в чем-то чересчур усердствовать. Нужно просто упразднить себя. Кем я хочу быть? Кем я хочу себя видеть? Кем я хочу стать? Какой мой идеал собственного я? И вот к этому стремится. И у девушки то же самое. бросить у нее кем она хочет быть? Кем она хочет себя видеть? и бросить ее это действительно она идеальна. Если держи да, то помогите ей добиться этого. Но только той я, которая действительно ее настоящей, а не той, которая она может придумала себе или вы за нее придумали или что-то еще. Как видите, проблема состоит из достаточно большого количества элементов. Четыре основных аспекта. по два внутренних субъективных аспекта на каждую из проблем и по два объективных аспекта на каждую из проблем. Каждому из аспектов, из четырех аспектов, каждому прилагается свой ключ. Ключ к решению. в объективных аспектах, то есть в аспектах поведенческих, очень важно поведение ваше. Поведение реакционное, поведение, как бы это сказать, корректирующее от выработки правильного поведения вашего зависит поведение девушки. Только так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Редактор субтитров Корректор А.Егорова